Вот все-таки обожаю наших людей, знаете, им хлеба не надо, зрелищ подавай, и вот все новое, это хорошо забытое старое, я, конечно же, да, вот этой вот пиаровской агитки Единой России, которая, ну, вот, буквально поразила тем, что она забила собой все тренды Рунета, я сейчас не только о Ютьюбе говорю, а в принципе о Рунете, обо всех соцсетях, да, вы правильно меня поняли, я про вот эту вот постановочную съемку из города Героя Саратова, да, на кадрах, многие видели, как бабушка-ветеран совершенно случайно прогуливалась возле булочной, совершенно случайно при параде, кстати, видимо, постоянно так человек в булочную ходит, и там же совершенно случайно оказался спикер Государственной Думы Володин, который, видимо, тоже в это время там совершенно случайно без охраны гуляет, совершенно случайно в присутствии 455 видеокамер, бабушка к нему подошла, У Володины, конечно же, нашлась куча времени, чтобы поговорить с этой замечательной женщиной. Они проговорили там минут 15, вот все информагентства страны, все соцсети, в первую очередь, конечно же, оппозиционные все это дело обсуждали. И вся страна раз и переключила свое внимание, забыли, что в нашей стране происходят какие-то другие события. И она вдруг заинтересовала вот эта вот постановочная, повторюсь, история с вот этой вот замечательной бабушкой, которая вообще часто там в Саратове в камеру попадает, видимо, единственный ветеран, но сказать хотел не об этом. Ребят, вот когда мы говорим, мы хотим чего-то, да, каких-то изменений, надо сначала вот начать вот отсюда. Меня спрашивают, что делать-то, с чего начать? Да начни уже просто головой думать. Нет, я не против бабушки, я, наверное, за, чтобы спикеры, третий человек государственный, минуточку спикеры Государственной Думы общались с обычными людьми, выслушивали их проблемы. Но мы как-то забыли, что вчера случилась и другая история. Да, вот только сразу не выключайтесь, да, речь пойдет о штабах Навального, скорее не о штабах Навального, не о самом Навальном, да, которые вчера объявили до кучи еще и террористическими теперь организациями, повторюсь, речь пойдет не о Навальном, а не о верхушке этих штабов. Мы как-то забыли, что в этих штабах работало огромное количество, там, десятки, сотни, тысячи молодых девушек и парней, простыми волонтерами, средний возраст, там, 18-23 года, и вот эти вот девушки и парни со вчерашнего дня террористы. Их, дорогие мои, да, террористы, это уже не шутки, без суда и следствия их таковыми назначили, их поставили на одну ступеньку с бандитами и убийцами, а-ля Масхатов, Басаев, то есть вот они точно такие же террористы теперь. И вот этим вот ребятам, вот этим молодым ребятам теперь с этим клеймом жить, что они террористы. Если кто-то не понимает всей серьезности, я просто рекомендую вам провести такой небольшой эксперимент, договоритесь со своим каким-нибудь приятелем и повесьте у него в подъезде, где он живет, ваш приятель, объявление, что дорогие соседи в квартире номер 5 условно проживает террорист. А потом просто напишите нам, как на это отреагировали добродушные соседи вашего приятеля. Ну, чтобы вы понимали, тысячи молодых ребят записали в террористы. Какие-то упыри, которые еще полгода назад нам рассказывали, Навальный втягивает в политику детей. А вчера они просто взяли этих детей, вот эти вот упыри, записали в террористы, повторюсь, поставили их на одну ступень с бандитами, убийцами, негодяями, вроде Басаева и Масхадова. То есть это одни и те же ребята. Сейчас у этих ребят начнутся проблемы, конечно, их погонят из вузов, там из колледжей. Конечно, они никогда никуда не устроятся на работу. Это наши дети, это наша молодежь, это наше будущее, потому что мы, к сожалению, да не молодеем. И вот с нашими детьми упыри поступили так. Но мы никак на это не отреагировали, напротив. Мы переключили свое внимание на бабушку, которая что-то там общалась со спикером Госдумы Володиным на постановочное кино. Так, ребята, ответьте мне на простой вопрос. Кто больше упыри? Вот те, кто наших детей записали вчера в террористы, или те, кто опять отнесся к этому так, как будто бы ничего не произошло. Простите, с праздниками вас не поздравляю. Просто подумайте. Пока-пока.